Всем привет! Сегодня мы будем вместе с вами отрабатывать мое домашнее задание. То, которое я получила на онлайн курсе по макияжу от Виктории Моисеевой. Она же Ковка The Cat. Я думаю, вы так лучше ее знаете, да? Суть домашнего задания состоит в том, чтобы повторить один из макияжей, используя техники и секретики, которые были в уроке. И на этот раз я буду пытаться изобразить один из видов макияжа, который называется Матчи Мейкап. Мне он понравился больше всего, и я очень надеюсь, что он у меня получится. Чтобы сэкономить ваше время, я уже сделала себе тон и нарисовала очень легкие брови. Точнее, просто вложила их прозрачным гелем. По сути, Матчи Мейкап это такой очень дымчатый макияж без четких границ, но обязательно выполнен в одной цветовой гамме. Зачастую это какой-то персиковый или розовый, но это не означает, что только эти цвета можно использовать. Делайте хоть голубые, все на ваше усмотрение. В качестве базы под тени я не буду использовать Color Tattoo, как бы это странно от меня не звучало. А возьму вот такие вот кремовые тени от L'Oreal в оттенке Pitch Me Baby. Они мне идеально подходят под цвет, и Вика советовала наносить их не с помощью вот этого аппликатора, а с помощью пушистой кисти. Посмотрим, действительно ли это работает. И начинаю растушевывать по всему подвижному веку. Таким образом, мы не только регулируем интенсивность оттенка, то есть не сразу бахаем желто-оранжевое пятно, а как будто сразу его зашлифовываем и растушевываем. Такая техника нанесения еще добавляет стойкости. У меня сегодня вообще все соседи с ума сошли. Одни там внизу делают ремонт и слушают лепса на всю катушку, а вторые там за стенкой пробуют успокоить походу очень истеричного ребенка. Еще здесь дрели не хватает до полного набора, мне кажется. Ну, думаю, здесь стоит остановиться. Теперь вот эту вот кремовую базу нам нужно закрепить. Для этого я, конечно же, беру персиковый оттенок в их ногами. Вам так очень хорошо видно. Набираю на чистенькую кисть растушевочную и буду наносить только там, где у меня складка вот этого века идет. Хочется, конечно, на все подвижное, но мы будем сейчас растушевывать жирный карандаш. Вы знаете, что крем только на крем, а складку сразу зафиксируем, чтобы ничего у нас не скаталось. Теперь я впервые, мне кажется, в жизни попробую карандашную технику. Я возьму вот такой вот жирный черный каял у меня от Rimmel и буду им прорисовать межрисничную зону. Это очень неприятно, но, блин, это красиво. Вика советует приподнять немножечко века и начать прорисовать пространство между ресничками. Если я не подниму века, а сразу же начну рисовать себе как бы стрелку, линия получится толстой. У меня одна рука занята зеркалом, поэтому я запрокидываю немножечко голову назад, открываю глаз максимально широко и начинаю прорисовывать межрисничную зону. Если вы ходите за границу ресниц, ничего страшного. Нам все равно нужно будет вывести это все в такую дымчатую стрелку. Посмотрите, какая колоссальная разница, да? Здесь как будто вдвое больше ресниц. Теперь нам нужно вот здесь добавить немножечко больше цвета. Вот прям рисую точечками такую стрелку. Смотрите, чтобы не было белых пробелов, иначе будет печаль, беда. Делаю один глаз, потому что каялы, они имеют свойство застывать. Я быстренько должна сейчас это все растушевать. Другой стороной этого карандаша, или же хотите, берите кисть, ну только, наверное, плоскую, да, тоненькую, растушевываем этот рисунок. Эту стрелку выводим на висок, растушевываем еще. Для ориентира внешний уголок глаза должен быть самым темным. Прям не стесняйтесь и на складочку где-то зайти, и где-нибудь более размашисто рисунок растушевать. Как только растянули на складку, сразу же перетягиваем растушевку в нижнее веко, чтобы соединить это все воедино. Иначе будет выглядеть очень странно. Нижнее веко отдельно от верхнего. Вот такая вот панда с меня получилась. Теперь нам нужно закрепить этот рисунок, потому что, по сути, это у нас кремовая база под смоке айс. Для этого я возьму коричневый оттенок какой-нибудь. Сейчас посмотрю, что мне больше всего подходит. Давайте возьмем вот такой вот песочный, да. И попробую это все растушевать по границе, чтобы у меня не было вот этого вот кругленького ушка. Вот прям по всему подвижному веку, по границе заходим, да. И потихонечку, все очень медленно растушевываем. Мы практически закончили с макияжем глаз. Теперь переходим к самому интересному. Я возьму румяна, который я буду использовать сегодня на щечке. И наберу на чистую растушевочную кисть. Прохожусь этим цветом по линии складки века, как бы его слегка вживляя в макияж, чтобы в итоге у нас смотрелось все как одно целое. Как будто мы одними румянами сделали себе весь макияж. Я сейчас мега бледная, но вроде бы только вчера была на пляже. Но походу это мне не сильно помогло. Но я уверена, что у меня спасет сегодня бронзер. Набираю его на пушистую кисть. И Вика советует наносить его, начиная с именно линии челюсти нижней. Потому что здесь должна быть тень самая интенсивная. А вам сразу же нужно снять избыток цвета, который у вас сейчас на кисти. Прорисовываем себе вот эту вот линию. У кого второй подбородок, как у меня, это вообще прям must have. Потому что, ну прям сильно отделяет лицо от шеи. Как бы это стрёмно ни звучало. Проходимся по линии загара. Это у нас периферия лица, где мы обычно загораем, если приходится. И шею обязательно не забываем. Я лично всегда забываю. Себе, если что, напоминаю. Теперь время возвращаться все к тем же румянам. Но на этот раз я буду их наносить все-таки на щечки. Это такой персиково-розовый оттенок. У меня это Rimmel Pink Rose. Да. Здесь даже можно немножечко переборщить. Но двигайтесь, видите, постоянно к вискам. Иначе поплывет все вниз. Время переходить к губам. И как видим с картинки, там у нас карандаш для губ. Я решила взять матовую помаду в виде карандаша, да. Мне не нравится категорично этот цвет губ. Сейчас будем выбирать что-то другое. Более персиково-нежное, да. Нашла вот такую вот колбочку с Алиэкспресс. Надеюсь, этот цвет будет получше. По-моему, это уже ближе к истине. Ну что, я думаю, мы уже закончили с макияжем. Напишите мне в комментариях, справилась ли я со своим домашним заданием. Хоть немножечко похожего, скажите честно. Хоть на граммулечку, хоть на масенькую капелюшечку. Дайте мне хоть лучик надежды. В любом случае, я буду рада любому вашему мнению. Огромное вам спасибо за внимание. А я вас всех целую. И пока!